Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу, и вместе с вами ничего не изменилось. Вновь мы, Марина Гест, Степан Арифер. Да, и давайте поговорим об экономии. Ведь специалисты по финансам пришли к выводу, что россияне стали более склонны к разумному потреблению. И даже если есть лишние деньги, жители нашей страны отказываются покупать себе дорогие брендовые вещи, а экономия уже, ну, как-то правильно сказать, превращается даже в хобби. Да. Появляются собственные стратегии планирования домашнего хозяйства. Этим опытом даже обмениваются с единомышленниками. И на то, насколько это явление массово, вообще разумно оно, уместно ли оно, отличается... И что же такое разумная экономия, мы поговорим с нашим гостем прямо сейчас у нас в студии. Ну, у нас в студии бизнес-консультант Юлия Кульчицкая. Доброе утро! Доброе утро, Юлия. Ну, вот расскажите, насколько вот экономия превращается в хобби, насколько она сейчас массово именно среди людей, у которых есть достаток? Ну, на самом деле, чаще всего как раз такая разумная экономия со стратегиями ведения. Домашнего хозяйства со специальными программами, с мобильными приложениями, которые люди действительно... Даже и мобильные приложения есть. Прекрасная тема для того, чтобы вести учёт домашнего хозяйства. Как раз прерогатива более обеспеченных людей, людей, которые осознают цену деньгам, у которых остаётся некий такой жировой запас, да. И это действительно становится... Сначала это было, ну, скажем так, не очень прилично, а потом это стало нормально. Сейчас это становится модно, и если... Такой пример. У меня есть просто один очень хороший знакомый. Он очень хорошо живёт, состоятельный человек, но он всегда ходит, ну, очень неприглядно, там, джинсы, которые 10 лет он носит, свитер, который... Это вот что? Это разумная экономия, жадность? Что это? Нет, это просто минимум внимания на то, как он одет. То есть нет задачи купить себе что-то новое, нет задачи хорошо одеться. Ну, вот есть что одеть, ну, и пошёл и одел. Вот, скорее всего, есть такие моменты и такие вещи, на которых он не экономит. Может быть, он на автомобилях не экономит. Он не экономит. Вот, может быть, он в ресторанах, на путешествиях не экономит. Может быть, он книги раритетные покупает, на которых он экономить там не будет. Ну, просто ему одежда, это как бы не является пунктом... А одежда – это не тот показатель статуса, который ему интересен. А вот какими способами пользуются люди, чтобы экономить, ну, люди с большим достатком? Ну, вот про мобильные приложения вы уже сказали. Первый самый простой способ, да, который сейчас... Ну, вообще, любая экономия начинается с учёта. Это вам любой экономист расскажет, да. И самый главный такой момент, с которого все начинают, это давай будем учитывать то, на что мы тратим. Здесь бывает до смешного. Люди собирают чеки, приносят домой, фотографируют, приложение сканируют, значит, сумма заносится в бюджет. Очень красивое, прикольное приложение, вообще отличное. Как-то посмотреть, мне уже нравится. Мне давно нравится, у меня там их несколько таких было. Значит, здесь очень важна система. Но здесь есть и такой забавный нюанс. Любой мерчендайзер вам в любом магазине расскажет о том, что заходя в магазин со списком, да, вы выходите из магазина с корзинки 75% примерно того, чего в этом списке не было. Но они тоже не зря работают. Ну, это тоже свой бизнес. Они не зря работают, им за это денег платят, да. Вот, ну, то есть, вот, есть такой анекдот, да, про то, что ни один маркетолог, ни один мерчендайзер ничего не сможет сделать против мужика со списком в магазине. Вот, и, но, тем не менее, список того, что мы будем покупать, это гарантия того, что вы минимизируете спонтанные покупки. Они все равно будут, но их будет не так много. Это первое. Второе, это, безусловно, вот сейчас появилась, ну, даже не мода, наверное, правило, и мне это правило очень нравится. Это деление своей заработной платы на некоторое, или там, дохода, да, на некоторое количество частей. И в том числе, там, 10% откладывается, ну, например, там, в негосударственный пенсионный фонд. Планирование доходов будущих периодов, что называется, да, то есть, когда вы планируете, например, в отпуск съездите, вы уже куда-то что-то откладываете, и там, на совсем где-то далекую перспективу вы откладываете, и вы осознаете, что раз в полгода, например, вы начинаете планировать свои действия, мы стали разумнее подходить к затратам. Вот это, наверное, самое главное, да, что это не экономия. Ну, как, самая известная фраза, мы не настолько богаты, что покупать дешевые вещи. Безусловно, но тут еще вопрос дорого-дешево, он же у каждого свой. У каждого свой. Большое вам спасибо. Время, к сожалению, у нас не так много. Понимаем, что тема интересная, мы могли бы общаться долго, а сейчас мы провозка... Скачайте приложение. Да, скачаем приложение. С этого начнем. И напомню, что у нас в гостях был бизнес-консультант Юлия Кульчинская. Да, ну а мы решили поинтересоваться у южноуральцев, какие приемы есть у них, чтобы экономить деньги. Давайте посмотрим.